Я не займу сразу много вашего времени, потому что я понимаю всю стадию уже, тем более тема не совсем техническая, я сам по себе гуманитарий, с философского факультета, поэтому я решил вас в идеологической борьбе поднатаскать, чтобы вы могли конкретно говорить всем защитникам копирайта, что нетушки, мир может существовать и без копирайта. Я маленькую марку сделаю, Артем ушел, к сожалению. Артем Гаврич, да? Да, 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 бывший, в общем, основатель питерского отделения пиратской партии. Да, я тоже член пиратского отделения пиратской партии. Да, 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 в общем, это тоже интересно. Ну, я даже могу рассказать, в чем различие вообще, собственно, этих идей от идеи пирата. То есть это более радикальный путь, нет, без копирайта. А в чем суть? Что подразумевает под собой копирайт, я надеюсь, все знаете, но на всякий случай повторюсь. Не путать с авторским правом, когда вы можете называться автором своего произведения. Да, копирайт подразумевает всякие остальные права, в том числе самое, что опасное, запрещать использовать это кому-то другому, да, то есть опыт. Копировать. Ну, копировать, да. Копировать, да. То есть, часто говорят, система копирайта, типа, вот, вы хотите автора решить свое имя, это неверно. В чем, собственно, угроза от копирайта, от сложившейся системы? Быстренько такой экскурс в историю, как сложилась эта система, да. Сначала у нас все знания были сосредоточены в монастырях, монахи, ни какой-то пропаганды, ничего, просто как было, так было. То есть, монахи переписывали книги, соответственно, этот способ копирования был, само собой, несовершенным. Что у нас появляется в 15 веке? У нас появляется такой товарищ Алим Гутенберг, от угощей распространяется бумага, соответственно, копирование становится намного легче, намного точнее, дешевле. Конечно же, монахи возмущаются, потому что они, все-таки это был их один из источников дохода. Вот. Во Франции пытались запретить печатные станки, да, серьезно, причем это приводило чуть ли не к кровавым последствиям, то есть, там чуть ли не казнь была за печатание книг. Правда, это привело лишь к тому, что, ну, таких на периферийных территориях размещались так называемые, ну, как бы мы сейчас их назвали, пиратские печатные станки. Но, собственно, вот так, это я хотел с этого начать, ну ладно. Это, короче, цитата Томаса Джефферсона о том, что идеи должны распространяться в лобе. А вот, собственно, вот эти вот рассадники, угрозы копирования. Так вот, что делают в Англии? Они предпочитают поступить по-другому. Давайте-ка сделаем монополию, которая будет этим управляться. Ну, пусть люди себе печатают, но под контролем, да? То есть, вот как раз в этом выражается уже одна из сущностей системы копирайта, когда монополия действует в интересах власти, цензура и так далее. В принципе, что и сейчас выражается во всяких пиратских законах, когда детство против терроризма и так далее и так подобное. Дальше у нас развивается как? Печатание становится дешевле. В Англии у нас все-таки в результате славной революции устраняется, это вот цензура, как таковая. Печатать начинают больше, люди начинают читать тоже больше. Все это приводит в XIX веке к тому, что появляются публичные библиотеки. Это тоже такая основная угроза была монополистам-печатникам, потому что люди могут свободно читать книги, безобразие, почему они не платят за каждое прочтение. Но тем не менее. То есть, изначально копирайт для чего создавался? Чтобы защитить права авторов, защитить интересы общества, декларации независимости США. Там прямо так и говорится, да? Тот сам Тону Джипсон, цена, который я хотел вам показать, он был противный копирайта, но решили такой вот вариант провернуть, что, дескать, если это соответствует интересам общества, то пусть будет. Интересам общества оказалось выгодно распространять книги свободно. При этом авторы писать не перестали, как ни странно, они не стали писать больше, книги стали читать больше. В общем, сплошные плюсы. В то же время в Германии вообще не было копирайта, привело это к ужасающим последствиям, индустриальной революции и поднятия страны. Да, то есть, свободно распространялась научная литература, люди спокойно обменивались, опять же, никто писать не переставал, творить не переставал, но программного кода тогда еще не было, я думаю, люди спокойно могли бы и программировать. Вот такие вот последствия. Что, собственно, мы имеем сейчас? У нас имеются, копирайты вообще, кого защищают, в первую очередь, крупнейшие корпорации, которые, по сути, выступают монополистами, которые не пускают на рынок новых игроков, то есть, это во множестве сфер, то есть, в сфере культуры вы не можете проникнуть на рынок, не продав свои права какой-нибудь корпорации, которая вас будет продюсировать, которая будет продвигать ваш контент, и так далее и подобное. В техническом плане патенты, ну, по-моему, стадо там будет, да. Насчет патентов вообще смешная история. То есть, чтобы защитить свои данные, вы должны раскрыть информацию о них, но при этом они почему-то считаются защищенными. То есть, это все приводит к тому, что люди кучу, ну, я думаю, наверное, все в курсе, что корпорации предпочитают делать кучу патентов даже на те технологии, которые они не будут применять, но, тем не менее, они хотят нагадить конкурентов. Складывается такая ужасающая ситуация, когда объектом интеллектуальной собственности становится даже ДНК, какие-нибудь, не знаю, там, сорта пшеницы, по сути, тоже становится интеллектуальной собственностью, потому что, ну, это сейчас... Да, то есть, особенно вот эти вот случаи, когда айфон пытается зарегистрировать, да, просто округлую форму. То есть, это все кажется абсурдно. Чем я занимался? Я еще доказывал, что с философской точки зрения это неверо. Почему? Потому что вообще сама по себе интеллектуальная собственность, сами по себе знания рождаются не от одного человека, их рождает, в принципе, все общество. То есть, когда вы говорите, вот я придумал идею, отлично, вы придумали идею на основе знаний уже предшествующих. То есть, если вы не будете делиться этим знанием, соответственно, общество не будет развиваться дальше, ну, и вас, в принципе, ну, в чем особенность интеллектуальной собственности, если вы этим ни с кем не поделитесь, то вас не признают автором. То есть, можно написать, например, сделать какое-нибудь изобретение, ставить его на бумаге, кто-нибудь сделает это самое изобретение, объявит об этом всему миру, он будет считаться изобретателем. Соответственно, делиться, это соответствует интересам общества, интересам автора. В общем, такой вот экскурс copyright. Чем он отличается вообще? Ну, то есть, если вам скажут, нет, ну, это же собственность, почему я должен позволять ей пользоваться, там, кто мне не заплатит. Ну, во-первых, в чем отличие интеллектуальной собственности от обычной собственности? Если у вас есть яблоко, и у вас забрали яблоко, у вас нет яблока. Соответственно, если у вас скопировали какой-то продукт, то он у вас остался, просто распространяется информация. Ладно, в общем, это такие банальные вещи, наверное, да, копирайты, которые вы все знаете. В чем вообще фишка должна быть доклада, наступление мирового коммунизма, все дела. Что происходит, когда мы отменяем копирайт? Всем кажется, что вот, ну, в чем отличие, например, идей свободных лицензий, идей реформы копирайта? То есть, вот, в начале самого доклада было такое изображение. Время менять копирайт. Я бы сказал, время отменять копирайт, потому что любые уступки, какие мы просим, да, вот, например, пиратская партия, которой, собственно, тоже принадлежу, она, с одной стороны, действует практично, ну, в том плане, что, ну, заявить, что давайте разрушим корпорации, и давайте, вот, отменим интеллектуальную собственность, это как-то, ну, не все поймут, а сказать, давайте изменим, ну, изменим срок защиты с 70 до 20 лет, это, конечно, реалистичный, но, но, при этом происходит противоречие. противоречие. Соответственно, не меняется ничего, то есть, все равно, объекты собственности находятся у каких-то корпораций, я предлагаю менять эту систему, что происходит, когда мы отменяем копирайт. Рушатся крупные корпорации, которые держатся на этом, появляется равное поле возможностей, как это выражается, например, ну, банальный аргумент в пользу копирайта, никто не сможет, ну, если есть копирайт, никто не сможет украсть вашу собственность. Мир без копирайта, представили, да? Ну, собственно, такой мир без копирайта в миниатюре, это, в принципе, линус, да, то есть, люди могут спокойно использовать, при этом никто не смущается. Выходим на рынок с каким-то продуктом, когда у нас нет права интеллектуальной собственности. Значит, все могут воспользоваться вашей собственностью, да? Я так. При этом, ни у кого нет уникального уникального права. то есть, вы знаете, что вы можете взять эту собственность и ее использовать, но вы знаете, что и куча других компаний может сделать то же самое, и вам уже не выгодно выходить без этого уникального права, соответственно, есть такое право первопроходца. То есть, по сути, в системе мира без копирайта как раз автор обладает всеми этими преимуществами, а не корпорация, которая имеет гигантские просторы для маркетинга и так далее и тому подобное. Собственно, рушатся рации, мы освобождаем культурную интеллектуальную собственность, это приводит у нас к развитию технического прогресса. Нет? Нет? Вы не согласны? Все выводы они все ведутся по принципу какого-то какого-то абсолюта. Мы отменили копирайт и сразу вступило счастье. Нету причинно-следственных связей. Во-первых, самое главное замечание. Нету слайна, мне было ни разу не сказано, что копирайт и авторское право это два разных... Я в самом начале это сказал. На самом деле презентацию я ее сделал так, чтобы он не совсем... Значит, я не расслышал. Я как бы... Все равно разничею, что право автора сохранять свое имя, что вот я это сделал, это неотчуждаемое право. Но вот то, что вашим интеллектуальным продуктом может кто-то воспользоваться, но это данность, это содержится уже в самой природе интеллектуальной собственности. Ну хорошо, тогда... Этим никто не воспользуется, только если вы ни с кем этим не поделитесь. Ну, тогда... То есть в любом случае, даже если вы написали программу, даже если вы не открываете код, все равно кто-то увидит элементы, которые вы сделаете, воспользуются идеей, да, то есть, ну, если воспользуются вашей программой, он может... Я просто понимаю, что вы будете в будущем тоже говорить об этих вещах, я говорю, что вам нужно почаще делать упор на то, что копирайты и авторское право два раза для этих вещей, потому что, например, слушая вас 10 минут, я уже забыл, что есть авторское право и чем он отличает от копирайта. Почему как бы я сказал, что я этого не услышал? Во-первых, во-вторых, как бы, ну, давайте будем откровенно... Немножко идеалистично. Да, это очень... Даже не то, что мне потом мы плане идеалистично. Дело в том, что мы говорим корпорация. Вы пытаетесь сказать, что корпорация это какой-то голубой монстр, который жрет детственность на завтрак и бежитые деньги... Нет, давайте немножко попрактично приведу пример. У меня есть довольно много друзей музыкантов, которые занимаются, естественно, творческими. Причем, в средине их есть некоторое количество успешных, которые знают, не говоря, все это слово, странно. Так вот, эти люди... Ну, мы, естественно, на такие темы тоже общались, потому что мне эта тема очень близка и очень интересная. Я тоже хотел бы жить в мире с поняшками жить. Но эти люди не хотят заниматься никакими вещами, которыми... Они не хотят заниматься продвижением, не хотят заниматься продажами. Им удобно... Это не существующая речь. Существующая система. И вот встанет нам вопрос не об отмене копиралов, а изменении правил игры, чтобы как раз не было войн между корпорацией. То есть, основная проблема сегодня как не как-то. Существующим миром, что у нас идут войны не между владельцами, первичными владельцами как авторского права, так и, ну, так сказать, морального права на распоряжение своими запретениями или произведениями какими-то. А именно идёт война между большими корпорациями. И вот введение такого элемента, как запрет на приобретение корпораций абсолютных прав, вот об этом стоит говорить. И ещё как бы немаловажный момент, это альтернатива должна быть корпорация. То есть, когда молодой специалист, музыкант, он должен прийти в какую-то организацию, которая готова взять... Это не говорит, что вообще из них социализма, мы приходим к государству. Нет. Просто как... Вот я как раз хотел говорить, что государство это такая же корпорация все остальные. Нельзя даже идеалистическое, коммунистическое государство, как его представляли в 20-е годы, в коммунистических различных изданиях, нельзя даже такое государство рассматривать как что-то, какое-то благо или какое-то... Только личное... Это, конечно, необходимость. Только личностные связи могут рассматриваться в копирайзе. Ну, на мой взгляд. Никаких коллективных связей не должно быть. Ни коллективных к личности, ни коллектив к коллективу. Только личностные связи должны быть. Тогда эта система будет более повернута к человеку и, соответственно, из этого будет более проистекать более человечное право всех этих участников. Это действительно будет защищать права человека, его творчества, его литературной собственности, а не будет как бы эксплуатация его труда. Так, мы отменяем смежные права. Мы отменяем авторские права. Ну, это мы уже выяснили. То есть, это... Как раз не вижу проблемы, автор выходит на рынок со своим продуктом даже не сам автор. Автор не хочет выходить на рынок. Если он не хочет зарабатывать... Автор хочет писать. Он хочет творить. Это художник. Это творческая натура. Так, стоп. Он хочет получать доход с этого? Нет, он хочет творить. Если он хочет не доход получать, он хочет есть. Да, художник хочет есть. Вы написали книгу. Есть какая-нибудь компания, который вы не передаете свои права потому что ну вот они компании не на компании которая готова просто взять и выпустить книгу на прилавок мне нет ресурсов нет и не ресурсов они уверенности в том что то есть они сами хотят зарабатывать на не должна быть какая-то вещь которая помимо самоизнательства просто меняется само отношение данной системе сейчас авторы служат корпорации они продают корпорациям свои права они передают свои права спокойно да то есть они максимум сохраняют свое авторство авторство но при этом права не спокойно передают там не знаю тот же самый пол макаркни приходилось покупать права на свои песни это все играет роль когда есть очень уже как бы человек получил какую-то мировую известность тогда он может выйти там написать видеоролик в ютюб искать ребят я выписал айбом и берите бесплатно вот это как раз фишка системы с копирайтом вы сейчас размышляете вот как раз что вот копирайт есть есть корпорации как нам выйти вообще вот в данной системе вот есть это и есть копирайт есть и прочие да есть свободные лицензии люди распространяют есть там благодарность автору да все это есть в данный момент в принципе ну какой-то степени это работоспособно в данном моменте вот как раз в системе с копирайтом такие возможности есть только у людей которые уже знамениты а системе без копирайта нет давлеющих на рынке корпораций то есть банально даже когда вы покупаете книгу заходите в интернет-магазин мы живем в системе копирайта вы видите в первую очередь бестселлеры правильно в первую очередь мы живем в системе где превалирует копирайта если ты хочешь эту систему разрушить для начала ты должен создать некий островок где люди могли бы жить без копирайта и увидеть что это действительно круто что это работает это не у нас это в китай группы группы размещают свою музыку раньше это бесплатно даже под открытой лицензии есть такие они зарабатывают деньги причем одна группа которую я очень люблю я их узнал именно на таком сайте на котором музыка под открытой медицинской а как они зарабатывают деньги в результате 10 лет слушают эту группу ну вот и важно что они коммерчески успешны потому что благодаря подожди да я это говорю они выставились на этом сайте их музыку послушали и теперь ходят на их концерты и они зарабатывают кстати с концертов многие музыканты зарабатывают больше чем с продажи да это прекрасно это помимо того что самому музыканты получают процентов 10-15 донесите информацию просто посредником есть возможности и нужно чтобы человек не верит что можно заработать так деньги и как бы на самом деле зарабатывают крайне мало то есть вам нужно обязательно прийти в корпорацию забавная вещь что без таланта без дарности не рассказываешь про развал вот таких сил будущей космоса то есть в начале проявить то что уже существует просто лично я не знал про такие сайты где можно вот я просто как раз думал что все с этим сталкиваются так нет в том числе не хватает рекламы люди которые целенаправленно ищут и видны в общем подружки просто я как бы сейчас лично я просто частенько сталкиваюсь что например есть одна группа я вот 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 что никто не знает да я только что да 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 у нас есть куча сервисов в интернет предоставляет такую возможность где они ты загрузил ролик на ютуб кому то понравилось вирусная ну пошла это замечательно это технология работает нужно донести до максимальное количество людей чтобы молодой начинающий школьник собрав свою группу в гараже там подвале взял и сказал ребята теперь мы это запишем и вложим на ютуб так и делаем так и делаем подождите так и делаем вопрос к любому да когда этот школьник подрастает он видит по курсу он понимает что если он хочет как бы там от мамочки уехать как бы жить в сам самостоятельном жизни нужно заработать как-то заработать денежек и он либо берет и открывает ну для себя мир работодателей как ты же идет работать на дядю либо берет свой какой-то бизнес открывает либо идет продается какому-то если он успешный музыкант допустим да то он идет продается какому-то И вариантов больше нет, то есть он либо должен где-то работать, чтобы заниматься музыкой, либо партнер. Причем сам выйти на рынок за счет завлеченных корпораций, которые все равно... Он может. Он может. Суть не в том, что он может. Суть в том, что, во-первых, это неизбежно. Но не все смогут так выйти на рынок. Если вы хотите сохранить информацию только в классе, то информация в любом случае становится свободна благодаря интернету. Соответственно, это триггер новых моделей. Корпорации выступают против этой модели. Корпорации придумывают все новые и новые методы защиты. ДРМ и прочее. Это успешно. Нет, конечно, думал, что вы не сделали корпорации. Которые не могут запретить автору. То есть там лет свои работы на общей... Притом, что вчера же запечатали автору. Корпорации, если нет законов, которые могли бы запретить автору. Правильно. То есть там еще в чем? Корпорации, они имеют возможность навязывать праздник. Когда вы заходите в метро и видите плакат с 80-ми, килограмм и так далее, там голодное, у них есть для этого возможность. А в мире без копирайта, возможно... Ты будешь заходить и видеть там каких-то рандомных челов в блокаде. Как минимум, если я вижу, что это рандомное, я могу это, например, в том же самом контакте послушать, и мне понравилось. В 99% случаев будет... Проблема в том, что люди не все такие. Вот смотри, вы говорите, что люди сознательные. Люди вот большинство не сознательные. А здесь вот большинство людей, их осталось смотреть немного. Почти целый залпун, да? Но они ушли. И они были сознательными там с утра. Но теперь уже сами ушли. Так как люди все остальные ведутся так же. Я хочу сказать... В любом случае будут массовые продукты, но уже не будет... Ну, прям таких бестселлеров, да? То есть будут продукты, которые будут более популярны. Не важно. Люди объединяются вокруг любимых исполнительных. Мне кажется, что... Здесь не речь о том, что делать. Здесь речь о том, как жить. Практически как Френция. Понимаете? Человек нам говорит идеологию. Идеальный мир описывает. А мы пытаемся от него достичь. Смотрите, как туда попасть? Открой мне! Покажи мне хотя бы. А мы и сами откроем. А у меня практический вопрос. Вы пойдете за билеты не туда? Участник партии, да? Нет. Как и Лев, там билеты нет. Он сам должен открыть билеты. Партии... А то же это не толстые, да? Да. На самом деле... В том, что в чем отличие российской реальности от реальности другой. Да? Украинская партия. В России чем отличается? Сейчас всем в России хотя бы основных прав как-то добиться. А там уже и будут права на свободное самовыражение и там на другие. Поэтому у нас всем как-то уже параллельно, что там... Господи, я тебе... Да не параллельно, все нормально. Ну... Куда идти? Ну уже... Что делать-то? Выступайте, свобода. Нет, стоп, стоп. Я бы сейчас здесь напишу. Так, ребят. Дайте высказать девушке. То есть, вы считаете нормальную ситуацию, что человек, или бы, лучше взять какой-то продукт, на его основе что-то надо делать, и зарабатывать деньги, правильно? Я больше скажу. Мы на протяжении всей истории человечества так делаем. Нет, нет... Какой-то древний человек придумал колесо, а мы сейчас машины делаем. То есть, по сути, на основе идей сам по себе прогресс так. Нет, нет, нет. Смотри, тут вопрос о другом. Ты пришел на конференцию по линоксу, и мы тут гнут, чуваки. Да. У меня предложение. А вот вы не хотите, допустим, если человек зарабатывает с помощью этой технологии, например, допустим, отдавать 1% прибыли акта. В общем, суть вопроса... А зачем я сделал еще копирайт? Это просто договор. Договорились... По сути, договаривайтесь с компанией, которая будет распространять... Просто она не будет уже обладать такими... Это получится замена одних обязательств другими. А почему это плохо? Это неплохо, мне кажется. Договорились. Потому что для денег не хватит. Если ты будешь отдавать 1% за все, что ты пользуешься автором, даже одну десятую, сотню процентов, у тебя денег не останется. Серьезно. Потому что очень много людей ничего не производят. Ничего не делают. Люди, учите копирайт. Любой процент. Для себя, для себя, для себя. Опять же, вот проблема в договоре. Вообще, нынешняя система копирайта подразумевает, что когда вы копируете что-то, вы должны заключить договор с правообладателем. А любой процесс копирования в интернете, вы сами понимаете, что это уже естественный процесс, когда вы просто скопировали песню из интернета, она прошла несколько цепочек, и это все является процессом копирования. То есть, вы нарушили закон 1, 2, 3, 4, потом прошел на вашем компьютере, уже несколько нарушений закона в нынешнем состоянии в нынешнем. В Германии не заполнили реакцию каждого человека, где есть свой номер и прямой возникает карбо-рейтинг. Каждый продукт, который производил человек, имеет какую-то метку, которая идентифицируется с этим человеком. Соответственно, человек, который понравился продукт, говорит, не понравился продукт, лает. И таким образом у нас в обществе начинает появляться некий призрачный рейтинг каждого человека. Это Михалков предлагает. Михалков предлагает. Давайте по 300 рублей каждый месяц каждого человека брать, а эти 300 рублей будут распределяться по голосам. Ну, лайк, ну... Значит, цепь я... Ну, по сути, это система, когда у тебя есть какой-то... А ты не забывай, что у одного может несколько дольеров быть. Вот, например, есть научная среда. Там у них есть свои собственные законы. То есть, обязательно, чтобы твои знания были признаны научным сообществом, ты должен ими поделиться. Соответственно, если твои знания достоверны, у тебя, ну, увеличивается престиж, да? Ничего катастрофичного не происходит. Для того, чтобы как раз с точки зрения копирайта... Да. В науке там вообще все печально. Для того, чтобы... Как раз сейчас в науке все печально благодаря копирайту. Когда... Ну, говорят, что корпорации, они прогресс продвигают. При этом, вот, я когда защищал мир без копирайта перед взрослыми дядями, они сказали, тогда корпорации ничего не будут делать. Что такие вырослые дяди? Ну, это доктора философских наук. Вот. Но, по сути, тот же самый айфон, да? Есть у кого-нибудь айфон? Ну, есть. Вот. По сути, из важных технологий, которые сделал Apple. Что? Он все скопировал. То есть, по сути... Он ничего не создал. Задача корпорации — выпустить этот продукт, улучшить его, да? А сама по себе основная технология, она была... То есть, сенсорный экран. Это научное исследование Министерства обороны США. Кто? GPS. Интернет сам по себе, которым мы сейчас пользуемся. Это изобретение государства. Он ничего не создал. Корпорация? Apple ничего не создавал. Что? Слезая его очень... Да. А идею запретить использовать, да? То есть, я, например, сейчас запрещу использовать фразу «Привет, как дела?» Ну, я скажу, ну... «Привет, как дела?» Никто не догадался, и я буду требовать отчисления с любой книги, с любой переписки, где это вообще встречается. Единственное, что я не смогу это сделать в реале, потому что, чтобы, например, контролировать переписку, мне нужно вообще наплевать на свободу слова и на свободу общения. Короче, вот суть в том, что как раз некоторые корпорации пытаются такое продвинуть, да, когда... Нет, не пытаются, а уже продвинуть. Ну, мы сейчас продвигаем. У нас нету... Да, не будем контролировать всё, что вы отправляете там своей кошечке на телефон. Мы уже не можем на фигусту зайти, выключик накачать. Можем фигусту... А? Да, да, да. Кинопоиск, и всё, платный стал. Яндекс выкупила. Это, кстати, очень. То есть, корпорации нужно защищать свои интересы. То есть, то, что вы книгу не купите у этой корпорации, а можете свободно скачать, а интернет предоставляет такую возможность, да? Ну, я надеюсь, все в этом знают. А это копирайт уже называется. Да. Я не узнал. Мне очень нравится, кстати, я наткнулся в Google Play. Можно купить книги Гоголя. Я надеюсь, какие-нибудь отчисления ему пойдут. Google Play, книги Гоголя. Да, бесплатно доступно. Есть и платные. Есть и платные. Есть и платные. Есть часть, которая бесплатная. То есть, ну, эти корпорации даже на такие... А там много, все книги почти что бесплатные. И сейчас мы можем купить три поля электроны. Вот серьезно. Я, например, хочу её видеть в своём. Есть бесплатный вариант, что не устраивает корпорации, которые защищают тебя. То есть, они не хотят... Упускать прибыль они не хотят. Да, они не хотят упускать прибыль. Это же вопрос между деньгами. То есть, тут чисто бизнес. То есть, либо ты пойдешь, купишь у них книгу, либо ты скачаешь бесплатно. Они думают, блин, мы теряем прибыль, давайте запретим. Ну, это как, например, владельцы кафе запретили бы продовольственные магазины. Потому что... Да, они нарушают это слово. Потому что если вы поедете в магазин, сделаете сами кофе... Ещё есть, кстати, хороший пример, когда появились холодильники до того, как они появились. Были мастера холодильного дела, да. И что-то как-то никто не протестовал, что вот эта индустрия холодильная несёт какой-то урод. То есть, по сути, в чём вообще общая такая мораль? То, что новой технологией, если вот с позиции марксизма у нас в бытие определяется знание. Материальная база у нас поменялась. Простите. Материальная база меняется. То старое законодательство, оно вообще рассчитано на бумагу, по сути. Да, то есть, что у нас есть экземпляр книги, например, бумажной. И вот мы его... Кто-то его скопировал. То есть, законодательство не рассчитано на новые технологии. Корпорации держатся за эту старую систему. Ну, как минимум, надо что-то хотя бы, хотя бы упрощать. Ну, а я предложил вариант на будущее. Потому что есть у нас ещё другие технологии, которые скоро будут полноценно в нашей жизни участвовать. То есть, те же самые 3D-печать. Что делать с 3D-печатью? Ну, уже запрещают. Уже запрещают. Разместил её в интернете модель. Кто-то увидел. Ну, есть свободная. Но её запрещают не потому, что ты разместил модель, а потому, что появились люди... Пистолеты начали делать. Пистолеты. Вот. Которые... Ну, вы слышите, это тоже такая... А вот такой вопрос. Ну, как бы... Вот. Но его не запретят до конца. Да. За свои деньги. От моих денег идёт какое-то отчисление издательства, какое-то отчисление... Причём в большей части издательства. На книге в неделе написано то, что я идёт сзади, как на дисках или честно, что я её могу... Потому что я её не должен никому не давать. То есть я могу тоже взять... Тебе... Да. В этом и проблема. То есть чисто технически... Нет. Ну, я же могу её теперь дать. Это так-нибудь тебе почитать. Эту никто не запрещает. Ну, как раз... Я говорю ещё о появлении публичника. Появление публичных библиотек правовладателей... Вот так. Оказывается, что нет. Можешь. Если ты на iTunes купил себе книжку, ты её только одолжил за десять пациентов. Я вышел на сайты издателей. Вот... Ну... Петер сказал. У них ЕПАГа купил. Они у меня дали. Я же могу её спокойно дать кому-нибудь другому эту... Ты не можешь! Ты не можешь! Ты не можешь! Да. То есть... По факту... То есть... Дефактом нужно... Вообще, это коррект нарушением закона. Вот там на 6 лет... Я тоже думаю... Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.